18 августа дата скорбная для поэтического и культурного мира не только Испании, но и других стран. Именно в этот день, в возрасте всего 38 лет, в 1936 году трагически погиб испанский поэт и драматург, музыкант и художник Федерико Гарсия Лорко. Он – центральная фигура поколения 27, один из самых ярких деятелей испанской культуры 20 века. Федерико Гарсия Лорко родился 5 июня 1898 года в небольшом городке Фуэнте-Вакерас, что находится в провинции Гранада, в Испании. Учился мальчик не слишком успешно, что связано прежде всего с его особой впечатлительностью и умением чутко реагировать на окружающий мир. Через 11 лет его семья переезжает в Гранаду, и Лорко начинает активно участвовать в жизни местного художественного сообщества, а затем поступает в университет, начинает путешествовать по стране. В 1918 году он выпускает первый сборник стихов под названием «Впечатления и пейзажи», сразу принесший поэту известность. Далее Лорко путешествует по миру, живет в Мадриде и Нью-Йорке. Гармония ночью глубокой разрушена грубо, луной ледяной и сонной взошедшую у грума, о жабах ночей мою динах ни слуху ни духу. Ручей в камыши облеченный ворчит что-то глухо, в таверне молчат музыканты, не слышно ни звука, играет звезда под сурдинку над зеленью луга. «Усел серосерженный ветер, горе на уступы, и пифагор, здешний тополь, столетнюю руку занес над виновной луною, чтоб дать оплеуху». 1938 год стал для поэта судьбоносным. Накануне гражданской войны он планирует поездку в Мексику, но в последний момент возвращается из Мадрида в Гранаду. Хотя из-за его симпатии к левым это было для него очень опасно, ведь на юге Испании были сильны позиции правых. По общепринятой версии, 16 августа 1938 года Гарсия Лорко был арестован, 18-го расстрелян и тайно захоронен, а его книги запрещены в Испании. Однако существует версия, что Лорко не был убит, а просто исчез из Испании. Дело в том, что в 2008 году его внучка потребовала эксгумации могилы, где должен был быть похоронен поэт, но никаких останков там обнаружено не было. Также есть еще одна версия, согласно которой потерявший память поэт тайно переправляется в Аргентину. Отметим, что поэзия Лорки – это глубокие, полные, чувственные стихи, которые не оставляют равнодушным ни одного прочитавшего их человека. Они были популярны тогда, популярны и сейчас. Есть души, где скрыты увядшие зори, и синие звезды, и времени листья. Есть души, где прячутся древние тени, гул прошлых страданий и сновидений. Есть души другие, в них призраки страсти живут и червивы плоды. И в ненастье там слышится эхо сожженного крика, который пролился, как темные струи, не помня о стонах и поцелуях. Души моя зрелость давно уже знает, что смутная тайна мой дух разрушает. И юности камней изъедены с нами, на дно размышления падают сами. Далек ты от Бога, твердит каждый камень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова